всем привет сегодня я хочу рассказать про засаливание курицы для копчения да в принципе не только курицы про маринад для копчения сначала я хочу показать самый самый что ни на есть элементарный маринад потом какой-никакой я сделаю рассол вот то есть именно марина для копчения и в конце естественно потом дальше мы закоптим и в конце естественно я сделаю вердикт и расскажу какой по моему мнению маринад самый оптимальный и самый лучший в копчении вообще никаких проблем маринований нету вот давайте приступим и посмотрим как все это делается я выскажу свое мнение одновременно с удовольствием выслушаю ваше мнение посмотрю в комментариях значит давайте приступим нас есть две курочки одну я буду мариновать просто в соли для этого мы берем примерно стакан соли ну каждый на свой вкус и заливаем его где-то литром кипятка литр кипятка нам нужен только для того чтобы соль растворить потому что вы понимаете что соль растворить в холодной воде это очень трудно и долго берем ложку и просто размешиваем соль она растворяется берем контейнер с холодной водой холодной водой в принципе для того чтобы рассола сделать больше а горячую воду я взял как вы поняли только для того чтобы легче соль растворилась и нашу соленую воду смешиваем с холодной опускаем туда курочку водичка в принципе ну такой комнатной температуры закрываем контейнер крышечкой и все оставляем его до утра вот сейчас у нас почти десять часов вечера и где-то вот я часов в девять утра встану в кофейку попью часов 10 начну коптить да кстати нужно не забыть сказать что соль мы используем морскую она лучше стоять курица будет в холодильнике у нас принципе да ничего страшного не случится если вы оставите просто где-то на кухне на ночь постоять так как очень много соли вот значит приступаем ко второй курицу у меня есть уже подготовлен контейнер с холодной водой берем опять кипяток насыпаем сюда стакан соли насыпаем сюда пол стакана сахара и перемешиваем это все в горячей воде берем головку чеснока я забыл сказать просто напополам разреживаем каждую чесночину для того чтобы она лучше дадала свой сок можно подавить но в принципе я не знаю я не хотел бы чтобы в коптильне у меня курица была с кусочками чеснока который будет падать естественно при нагревании отваливаться и гореть можно в курицу поставлять кусочки чеснока но это уже другая история в наш контейнер с холодной водой помещаем вот эту головку чеснока сейчас в размешанную смесь добавляем полстакана уксуса совершенно обыкновенный 9 процентный уксус еще немножко перемешаем ну и собственно говоря нашу смесь переливаем в емкость с водой с холодной все теперь в наш контейнер помещаем курицу то есть напоминаю здесь у нас стакан соли полстакана сахара полстакана уксуса и головка чеснока с разделенными зубчиками вот воды надо так чтобы ну курица в принципе было в воде можно немножко за прижать а можно ее положить вот так вот на край и контейнер поставить немножко бачком что мы в принципе сейчас и сделаем но просто у нас так случилось что нету более маленького контейнера просол получился на вкус отлично вот я сейчас попробовал все значит я закрываю контейнер ставлю что один что второй в холодильник и вот сейчас у нас как раз 2137 где-то часов в 10 11 утра я начну коптить курица стояла в рассоле всю ночь вот давайте приступим к общению но для начала сейчас нам нужно ее помыть 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 просто водой вот берем сливаем рассол наливаем чистую воду окунули вынули все в сушилку когда открываешь крышку сразу чувствуешь такой хороший аромат чесночка и даже когда курица просохла ну чувствуется вот что это курица чесноком они просто курица с солью вот такая вы значит у меня сушилочка внизу поддон для сбора воды жира вот так как у меня собаки если накапать жиром на землю они начнут ее лизать и обсасывать значит берем одну курочку и прямо вот так вот укладывает на сеточку вот такая вот у меня сушилка можно сушить мясо овощи очень классная вещь очень рекомендую купить и стоит копейки ну или сделать самостоятельно все положили корочку сегодня довольно ветреная погода застегиваем сушилку и оставляем где-то на минут сорок я думаю на ветру просохнет вот хотя солнца нету значит может часть ну то есть будем трогать открываем трогаем рукой просохла классно вот просто чтобы кожа была сухая не совсем высохшая прямо она такая влажноватая но чтобы не мокрая как только что из воды я напоминаю только что мы их промыли просто окунули вот в эти же тазики от рассола вылили рассол налили чистой воды вынули курицу все коптильню я буду ставить на свою буржуйку которыми для казана сделано коптить я буду в баке 50 литровый бак выворка еще называют ее я уже кидал маленький постик по поводу этой коптильни ну вот мне она лично понравилось очень хорошо получилось отлично в ней коптиться и самое главное что она сделана мега по дешману просто бак просверлено отверстие сейчас будем вешать курицу сюда просто вставляется штырь вот внутри но я на ней уже коптил решетку до микроволновки значит подготавливаем коптильный коптить напоминаю будем горячим способом щепальхи купленная в супермаркете самое обыкновенное на этот бак на 2 курицы нам вот столько вот хватит вот вот ну чуть-чуть вот щепотку вот вот этого вполне нам хватит больше не надо ни в коем случае ставим вот это вот хреновину от микроволновки которые не знаю кто нет вообще в жизни пользуется и вот такая тарелка у меня блюдо нашлось какое-то алюминиевое тысячу лет я его ссыпал залу сейчас у меня на жиросборник вот ну не знаю какая высота этой микроволновки решетки на сантиметров 10-12 где-то так ставим все сейчас я сюда вставляю штырь но для этого нужно сначала обвязать куриц у нас пошел дождик курицу пришлось перевесить в сарай но все равно она уже высохла то есть уже можно можно вынимать и значит курочку обвязываем берем вот такой вот обыкновенный крючок который можно согнуть из проволоки можно не знаю откуда не у меня может купались какой-нибудь коптильный то есть вот все он будет так подвешено курица берем щуп термометра и вставляем такое самое мясистое место только не воткните в кость если вы воткнете в кость кость нагревается гораздо больше вот они этим на беду и вот берем щуп еще одного термометра у меня от одного термометра два щупа а от другого термометра один щуп просто потом термометр есть но вкрутить лень матушка доливает поэтому где-нибудь просто вот так вот его вешаем вот даже можно как-нибудь под кожу воткнуть чтобы он не ушел никуда и вот где-то на этой высоте будем мерить общую температуру в коптильне одна курица уже висит завешиваем и вторую туда он там термометр с белым штекером от одной курицы от так скажем средней маленькой термометр от курицы средний большой и вот это вот термометр общей температуры старшими закрываем поджигаем печь то есть печь заранее растапливать не надо и устанавливаем картинку виде в моем случае она идеально стала на печь сейчас подключим термометры вот в принципе стоит мой первый термометр показывает курица которая более маленькая чуть чуть меньше которое было просто в соли у нас 1 21 градус 2 19 градусов то есть в берегу эти вам перемарки вает одновременно этот термометр связывается еще и по телефону то есть по bluetooth у они подключаются вы видите пошло подключение все показано температура вот дублирована смотрите что на термометре что здесь сейчас мы в программе выставляем вещи ким стоит 80 градусов и здесь давайте возьмем пресет chicken 80 градусов выбираем все вот наш следующий термометр я его разместил здесь длины проводы просто не хватает дотянуться до рядом стоящего гриля давайте посмотрим он тоже такое как бы сказать радио термометр его можно хрен вы видите что на экране происходит да но видите из под крышки пошел дым мог уже обратите внимание именно и сам под под самой крышки видно такой сизой видите все копчению нас началось пока что в коптильне пишет что 20 градусов может брешь может нет не знаю думаю что не брешь вот прошла минута 50 до смотрите что происходит в коптилке ох какой 3 дым ядреный хороший на червяш точно будет происходить будет коптиться вот уже 22 градусов баки то есть курица еще готовится не начала то есть внутри коптильня вот прямо сейчас я смотрю 23 градуса если на этом мониторе идиотском камера берет просто здесь нужно под определенным углом смотреть что было видно что на нем написано вот 23 градуса то есть понятно что термообработка еще никакая не на счета но курица уже напитывается дымом и поэтому вот этой же менее чипы вполне хватит в принципе вот за и пока дым идет курица уже копченая а дальше когда нагрелась где-то от градусов 35 40 она начинает готовиться вот обратите внимание прошла 21 минута естественно опилки уже давно прогорели то есть смотрите дыма практически внутри не туда видите вот даже сейчас я попробую одной рукой поднять ветер внутри дыма практически нету вот внутри бака 30 градусов на этом внешнем цинрометре микрофон брешет как вы слышали про пищал термометр вот то есть оповещение 80 градусов к общению у нас завершено касается ну что ребят смотрите вот сейчас есть одна просто грандиозная ошибка то что совершают многие это просто безумная ошибка во первых конечно же сейчас надо поснимать крючки их помыть надо вот но самая грандиозная ошибка то что люди начинают прямо горячие есть то есть сейчас нужно дать курочки ой лучше вообще до утра ну как минимум часа четыре полежать ну самое самое меньшее хотя бы дать ей остыть вот она конечно раскаленная запах просто шикарный значит вот это вот курочка была чесноком вот этот без чеснока я просто понюхаю но это понюхай даже вы чувствуешь запах чеснока хоть чуть-чуть я просто камеру не хочу менять я не хочу менять камеру руки жирные вот и сейчас самая большая ошибка я понимаю что я одну из куриц убью но то что делают очень многие вот смотрите как бы вам показать это лучше я ее вскрываю и потек сок и потек сок и вся вот жидкость вот смотрите вот оно потекло то есть нам нужно ее охладить именно охладить в прокопченном видео в таком целом а потом только есть потому что все вот вот я уже ее испортил мне конечно будет съедобная но что будет она будет сухая вот вот это будет нормально вот это уже я вам говорю что будет сухая я просто для того чтобы показать вам что сок потек уже сразу что значит ждем до утра или хотя бы пока остынет и пробуем значит курочка полежала у нас ночь даже наверное больше где-то во сколько часов в начале десятого я ее положил или даже раньше и вот сейчас у нас уже обеденное время уже пол второго дня вот значит вот это целое как вы помните курица которая у нас коптилась чесноком сахаром уксусом и солью она пахнет копченой курицей вот эти вот разрезанную которую я вам говорил что я подсушил она тоже пахнет копченой курицей на вкус вот то что нужно было сказать про маринад это вообще ничего не дает то есть сейчас я даже попробую специально на камеру там уже можете посмотреть курочка отлично прокоптилась все прекрасно берем кусочек грудки не внутри не снаружи не чеснока не сахара ни хрена не ощущается может быть у меня такой испорченный вкус возьми попробуй ну что ты его скажи ты что не чувствуешь копченая курица чеснок чувствуешь хочешь чуточку сахар что нет уксус кислоту уксуса соли хорошо берем вот эту курочку берем вот эту вот курочку как раз в кость попал но вот тебе кусочек держи пробуй и скажи по сравнению на вкус одно то это же ребят на вкус на тысячу процентов одно и то же уже неоднократно испытано я в принципе ожидал этот результат я знал этот результат дым очень очень перенасыщает мясо даже вот вы видели у меня было всего лишь на большую 50 литровый бак даже вроде в 70 литров я вот все никак не могу выяснить он на бак и выпускает 50 литров хватает жменьки опилок то есть курица ну любой продукт неважно курица это мясо сало рыба что угодно будет хоть картошку коптить и кстати можно попробовать интересно никогда не пробовал вот то есть пока она сырое бак большой но про это будет отдельное видео я специально сниму про это будет отдельное видео и насыщается сырой продукт дымом пропитывает а потом он готовится на горячую у нас горячее копчение именно горячее копчение в баке в резервуаре каком-нибудь в коптильне а вот я не говорю про варианты копчения по типу выбор где прямо на угли кидаются влажные опилки щипа и так далее а вот именно в баке только сухие опилки только сухие только сухой продукт коптильна очень отлично себя показала всем рекомендую вот не надо покупать коптильную ненависть конечно вы хотите что вам трудно взять руками своими выборку вот этот бак и просверлить в нем одно два три отверстия и там 6 отверстий максимально для того чтобы вставить прутки и на них подвешивать мясо курицу и коптить под баком вообще можно развести костер не надо вам как у меня заводить буржуйку просто я этим этой темой может сказать очень увлечены поэтому я как бы обзавожусь этим всем вот то есть коптильная из бака супер и в принципе для вот такого для дачника для если вы не коптите много там десятками килограмма вот пару курочек там в принципе вот в этот бак сколько но штук 6 точно влезет вот вполне вам хватит не надо больше меньше сложнее сразу скажу уже забегая вперед не хотел говорить но чем меньше коптильна тем вам будет сложнее с ней совладать но одновременно скажем прогрессе 200 литровую бочку равномерно это еще сложнее так что вот где-то 50 литров там 40 50 литров это самое то что нужно а вот да вообще коптить может быть ведро эмалированное только ни в коем случае умоляю вас не берите оцинковку оцинковка она вообще вредна для здоровья конечно можно выжечь можно выпалить кислотами какими-то вытравить эту оцинковку но все-таки лучше не рисковать если хотите в ведре возьмите эмалированное ведро но хотя это уже будет как сильно из разряда маленьких вот ладно про коптильный будет отдельное видео про размеры сравнения ошибки и так далее вот я уже снимал про ошибки при копчении и по вашим же комментариям очень наклевывается вторая часть второе что эту курицу и специально для видео коптил 5 часов так также вы рекомендовали чтобы сделать именно для вас именно для вас сделать показать это а вот так как многие кричали некоторые даже очень нервно и некоторые очень по-хамски что коптить нужно 5 часов ну не 5 часов а на низких температурах много коптить я уже ребят просто когда пошел 6 час мне уже задолбал я добавил температуру больше 100 градусов сделал там 109 градусов даже 110 не было ну и в принципе последние три градуса до 80 до 80 в мяч я имею ввиду набрал буквально какие-то считанные минуты то есть курица вот увидели вот я прямо перед вами разрезал посмотрите вот я беру курицу из нее не идет ни сок не и жир ничего она сухая она сухая она вкусная все с ней хорошо но она сухая в ней нету вы думаете где-нибудь вы может здесь есть мы смотрите вот я отрываю ножку она готовая но и это не сочное мясо это не сочное мясо ребят она вкусная хорошая все с ней классно даже есть попробую ножку она прекрасно прокоптилась но что мы сделали длительностью копчения мы высушили курицу то есть она не стала вкуснее она не стала лучше этого же эффекта если бы вы дали как я вам говорил в первом видео 120 максимально 130 градусов умоляю с ней давайте больше 130 градусов у вас будет гореть у вас будет гореть будет понять вот тем более я не открывал крышку я не стравливал ну собственно говоря вы могли видеть весь процесс то что не надо было вот как я закрыл крышку а потом через 100 минут 10 я открыл показал вам нас личность дыма все после этого я ни разу не открывал крышку я ничего не стравливал я не менял термометра и не представлял местами я ничего не делал я просто вот сидел и ждал эти пять часов сидел вот здесь вот за этим же столом смотрел видосики и посматривал на термометры время от времени то есть ребят не надо коптить больше двух часов ну а силы два с половиной больше получается полная херня вы просто высушивать то есть более высокой температурой вы можете сделать то же самое за более короткий срок мы понятная любая коптильня работает как та же кастрюля в которой бы скажем варить и суп то есть это не скороварка которая герметично все закрыто вот это коптильный из которой точно также испаряется вода как скажем когда вы варите суп или кашу точно также вот варите кашу вода испаряется ее надо доливать вот понятно что каша на запис впитывает воду но какая-то часть воды испаряется и и надо добавлять То же самое здесь, влага из курицы, которую мы сверху высушили, чтобы взялось копчение Потому что вода предотвращает проникновение дыма А внутри именно соки и влаги, которая должна была быть, мы за 5 часов ее просто испарили Она просто испарилась, то есть у нас получилось сухое мясо А если бы мы подержали еще 5 часов, у нас была бы вяленая курица То есть ее можно было бы как вяленое мясо отламывать и сушеное, в смысле, кто не знает, что такое вяленое Получилась бы совсем сушеная курица, чипсы куриные получились бы Так что, ребята, я вам скажу, не допускайте ошибки Коптильный отличный, не знаю, хотите покупайте, хотите не покупайте Прекрасный коптильный получился из бака, по работе всего лишь одно отверстие Если вы хотите коптить нормально и правильно, чтобы вам даже было легче Понятно, что я мог интуитивно закоптить и все было бы отлично Я прекрасно просто уже столько откоптил, уже прекрасно знаю и температуру Ну, ощущается, уже ощущается, понимаете, точно так же, как ваша мама варит суп И она прекрасно знает, сколько его надо варить и по времени, сколько надо бросить соли А когда вы первый раз взяли ингредиенты, вы понятия не имеете, что с ними делать Вот, то же самое здесь, просто уже опыт Вот, термометры я специально использовал только для того, чтобы вам наглядно показывать температуру внутри продукта И температуру внутри самого бака Я не знаю, даже еще не осмотрел видосы, видно ли на том сраном термометре Но, в принципе, на том термометре, на котором плохо видно, я просто вам озвучивал, чтобы вы были в курсе Так что еще раз скажу, я уже затянул это видео, но все-таки хочется рассказать, чтобы вы не допускали ошибки Не допускайте ошибки Вот просто сделайте спокойно, аккуратно, как вам рекомендуют И не ведитесь на всякую хрень, которую люди нахватаются вершков и пытаются втирать Как, допустим, вот по типу вот в такие коптильные, как я еще вам показал То есть бак внутри, жменька опилок, ну не жменька Ну да, как вот бак внутри жменька опилок и продукты Вот, многие делают просто колоссальная ошибка Это добавление туда воды То есть просто колоссальная ошибка Это вымачивание опилок То есть идет влага и потом на вашем продукте появляются черные пятна Ну, ребят, ну вот покажите хоть одно черное пятнышко Вот перед вами лежит две курочки В отличном виде Где черные пятна? Ну, коптильную вы вчера видели Никаких ужасных черных подтеков Ничего нету В поддоне, конечно же, есть немножко жира туда накапало Он пригорел там Вот, такого именно нагара, сгоревшего жира нету Это всего лишь поднимите поддон повыше Но об этом более подробно будет в рассказе про коптильные Опять вторая часть про ошибки Ждите, подписывайтесь на канал Обязательно будет Вот То есть по маринадам Опять же скажу, по маринадам Самый простой, самый лучший маринад Соль Соль и все Соль и продукт Если вы хотите поперчить Наверное, вам будет хорошо смазать вот ту же курицу Я хотел сказать про шприцевать Но в этом куренке, ну что здесь шприцевать? Вы по миллиграмму будете шприцевать Но есть специальные кулинарные шприцы Вот, и может какой-то там индюка хорошо было бы шприцевать Или там хороший кусок свинины пошприцевать Не знаю, надо будет попробовать Если вы хотите какой-то перчик добавить Вот добавьте сейчас То есть вы сделали куренка своего Поперчите его А потом, пока он еще влажный после коптильни Если вы его не высушили Если он влажный Вот смотрите, видите, я вот трогаю, у меня руки жирные Остаются Все-таки жиру курицы есть Перец, прилипнет к этому жиру И пока вы ночку будете выдерживать Пока вы ночку будете выдерживать Он у вас раскроется, перец Ну или какие-то там еще травки Вот, ну, по-моему, копчение до того насыщает мясо До того насыщает продукты Что просто никакой необходимости в этом нет Вот, ну, вы не будете чувствовать Может быть, какие-то острые перцы попробовать Где они практически безвкусны, только остроту дают Я не знаю, ну, как-то я не особо люблю Чеснок вообще здесь пропал Почему вы можете сказать Вот мы в магазине чувствуем там курица с чесноком копченая Да потому что она химии копченая Она никогда не была в коптильне Они просто взяли, отварили эту курицу И сбрызнули жидким дымом Она пропиталась жидким дымом Она варилась с чесноком Поэтому вы чувствуете этот вкус Все, эта курица в магазине Она никогда в жизни не была в коптильне И самое главное, это не я придумал И это не секрет Вы почитайте какие-нибудь документации По приготовлению куриц Которые продаются в магазине И вы увидите, что их действительно делают на жидком дыму Она никогда не была в натуральной коптильне Никогда не окуривалась настоящим дымом От настоящих опилок Опилки, как вы видели, я использовал ольху По-моему, это самый оптимальный вариант Оно дает самый привычный вкус Нет никакой ни кислинки, ни горчинки, ничего И безусловно, есть продукты Которых хочется, чтобы был с кислинкой Которых хочется, чтобы был с горчинкой Которых хочется, чтобы был с какими-то дополнительными ароматами В любом случае, с курицей и лучший альхи вариант вообще нет Вот И еще надо было сказать Вот мне супруга подсказывала из-за кадра Стоит ли использовать нитритную соль У меня нитритная соль есть Если мы возьмем Допустим, морскую соль, которую я Использую, у нас вот в Минске Она стоит 2 рубля килограмм Если мы возьмем И продается чуть ли не везде Если мы возьмем нитритную соль Нитритная соль продается только Ну вот я нашел 2 или 3 места С доставкой на дом Она стоит где-то 22-23 рубля килограмм То есть в 10 раз дороже Я не буду переводить Кому-то интересно Пересчитайте в свои деньги Курс рубля белорусского Всегда можно посмотреть в интернете И я вам скажу, что Ну да, она может быть Работает хорошо со свининой С говядиной И она сохраняет такой красный цвет Как вот, знаете, сыровяленая колбаса Она красная Потому что мы возьмем, скажем, пальцем пиханую колбасу Процесс приготовления практически одинаковый То есть в кишку набивается фарш С травами и со всякими специями А приготовление становится колбаской Пальцем пиханая Когда мы на сковородочке пожарим Очень вкусная вещь Но она станет серенькая То же самое, что вот куриное мясо стало белым Но я пробовал с нитритной солью Да, она становится внешне шкурка более красноватая А мясо все равно такого цвета остается Так что я не знаю Стоит ли в случае с курицей Думаю, что нитритная соль работать не будет В случае с каким-то там говядиной, свининой, бараниной Каким-то еще мясом возможно будет Вот Говорить не буду Я не настолько большой специалист Я вообще, по большому счету, нитритную соль Только вот в этот сезон Купил вот этой весной И начал ей пытаться пользоваться Так что я здесь не могу ничего сказать Попользовался с курицей С курицей я результат не увидел Вот Это все, ребята Коптильная классная Долго коптить курицу не надо А вот я уже начал говорить про лучший маринад Это соль Замачивать В принципе можно Вот как я показал вам Замачить на ночь Получилось отлично Она на уровне нормально пропиталась Нормально соленая Потому что в принципе По большому счету Можно курицу просто посолить Вот Положить в какой-то контейнер Скажем Вот вы собрались ехать на дачу Утрочком встали Вынули курочку Посолили ее Обмазали со всех сторон Положили там В какой-нибудь, не знаю Контейнер Пакет Привезли на дачу Два-три часа Чтобы она побыла в соли По жопе ей шлепнули Соль отряхнулась Все Можно и так сделать По большому счету Можно и так сделать Ничего страшного в этом не ввод Но по-моему Если вы замочите Курицу в соли То будет гораздо Лучше Она впитывается Если пролежит ваша курейка Ночку соли То будет гораздо лучше Ребят На этом все Всем спасибо за внимание Еще раз говорю Подписываемся на канал С вас лайки Ваше мнение Ваши комменты С удовольствием Всех перечитаю Делитесь этим видео Потому что Действительно Я вижу Что многие люди Пишут слова благодарности И у многих людей У которых с копчением Не получалось Начало получаться Я тоже допускал Когда-то массу ошибок У меня когда-то Были провальные Провальные Приготовления Провальные копчения Я можно сказать Да даже могу сказать Что я десятками килограмм Поганил продукт Но в итоге Способом Тыка И каким-то Вот своим Внутренней чуйкой Собирался этот опыт И получалось Получалось И опять напомню Чтоб не забыл Не помню Сказал или нет Вроде как сказал Что самый оптимальный Размер коптильный Это где-то 50 литров Вот для дачи Для такого сельского домика Для семьи Ну там 4-6 человек На этом все ребят Всем пока